всем привет парни так в этом видео я собираюсь то есть соберу себе рабочий компьютер или даже рабочее место это будет большое видео поэтому усаживайтесь уляживайтесь поудобнее и начнем и вот первое что самое важное это то есть не будет есть безумной сборки за 200 тысяч миллионов не знаю там всяких 30 90 нет это будет такой себе нормальный среднебюджетный компьютер для не сложных работ с видеомонтажом там для photoshop для запуска игр в 2к и не более в общем мне лично для моих задач то есть потребности более чем хватит такой машины и я вам дам совет если вы то есть собираетесь в будущем собрать себе компьютер то начните я думаю то есть думать не про железо какой туда поставить а про ваши потребности под ваш компьютер и конечно же обязательно нужно рассчитать ваш бюджет просто не нужно брать то чем вы скажем не станете пользоваться в будущем например вот видеокарта 37 сетей там для запуска танчиков или counter-strike full hd мониторе поэтому то есть я думаю вы поняли о чем речь и так начнем пожалуй сразу не с компьютера а с рабочего места и потом уже плавно доберемся до железок и так почти 70 процентов своего времени жизни я провожу именно за компьютером все это время я занимаюсь там озвучками написанием сюжетом для видео монтажом видео ретуши фоток и я кстати если кто не в курсе еще делаю retouch post production фото для различных журналов или просто коммерческие фотосессии общем нахожусь я за компьютером очень большое количество своего времени это не очень правильно для здоровья и особенно для спины тела и так далее поэтому рабочее место должно быть комфортным с хорошим креслом освещением и даже стол рабочий тоже очень важен и конкретно в моей комнате то есть занимает большое место именно этот большой рабочий стол к угар марс и это обновленная модель про 150 если вкратце то этим столом я пользуюсь уже с начала лета и ключевым преимуществом в нем является большая столешница полтора метра на 80 сантиметров что без проблем уместить до трех мониторов 27 дюймовых плюс клавиатуру сюда можно еще положить и всю остальную периферию и еще при этом поверхность стола покрыта карбоном и это придает ему такой настоящий геймерский вид так сказать еще хотелось бы отметить что с помощью дополнительных модулей размещенных столешницы я получаю доступ к управлению подсветкой и возможностью быстрого подключения юсби и наушников ключевое отличие модели pro от обычно это наличие выхода тайп си то есть входа в которому можно подключить iphone для зарядки и быстрой передачи данных также имеется выход для подключения ноутбука которому можно подсоединить ноут с помощью переходника в комплекте и превратить при этом его в дополнительный монитор что весьма удобно подключение стола осуществляется напрямую с компьютером при помощи кабелей сзади стола а все лишние некрасивые черные провода то есть и самые уродливые можно спрятать в специальный отсек для кабель менеджмента конечно все эти приятные мелочи кубер март спрос 150 в этом есть как бы свои достоинства в работе но лично для меня самым важным был именно показатель прочности данного стола чтобы не развалился он скажем уже спустя пару месяцев и в этой то есть и в основе стала просто 50 используется высокопрочная стальная рама обеспечивающая надежность и устойчивость всей конструкции с грузоподъемностью до 100 килограмм в целом сборку меня прошла очень просто потратил я не больше получаса и в завершении мы получаем отличный стол для геймеров и конечно же марс просто 50 оборудован двумя зонами подсветки с разнообразными rgb эффектами эту подсветку можно синхронизировать со всевозможными софтом то есть вроде там эмаса и мистик лайт синк или срок полифон синхи и прочими ну короче одним словом рекомендую и специально для зрителей я даю вам промокод шелест и по нему можно просто получить скидку в 20 процентов на данный стол и любое кресло кьюгар в фирменном story промокод работает месяц ссылки в описании но мы вернемся к теме нашего видео теперь обсудим сам компьютер и так еще раз повторюсь у меня довольно скромные потребности и значит компьютер я решил собрать обычный не супер крутой поэтому процессор я сюда поставил то есть обычная на 6 ядер 12 потоков и мне его хватит более чем и в моем случае для видео я купил ай 5 11 400 f и материнскую плату на b560 чипсете эту материнку я уже прекрасно знаю я ставил ее в компьютер своей жены и работает она отлично стоит например на 120 130 баксов и самое важное у него есть поддержка пися экспресс 40 под новой видеокарты и процессоры intel 11 поколений даже есть поддержка скоростной памяти на частоте вплоть до 4 400 то есть будущем можно скажем так прокачивать компьютер на более мощный процессор если мне так окажется мне понадобится не знаю там поставить то можно даже заменить на а 9 11 900 кей и видях у артикс 40 80 и знаете все будет отлично работать единственное что нужно это сразу поставить мощное охлаждение чтоб потом уже не пришлось все это разбирать поэтому да сюда я поставлю пока что водянку с избытком это на три вертушки это я понимаю но как бы ну а потом уже не придется ничего менять и переподключаю так что в качестве охлаждения у нас будет стоять xpg levante 360 я уже давно знаком именно с этой водой я оставил ее однажды в разные сборки пока и спустя время то есть не было у меня вообще проблем так что это скажем так проверенное зажо самое важное у нее очень тихие три вертушки по 120 миллиметров есть синхронизация подсветки под материнской платы и и то есть у нее большой радиатор то есть справится даже с топовым камнем не знаю там разен 9 или а 9 это то есть не имеет никакого значения стоимость водянки я думаю вы уже все увидели на экране как обычно dns заклеивает всю маркировку и оперативную память они тоже заклеили это не стало исключением еще раз повторюсь материнка b560 умеет принимать память на высокой частоте и в эту сборку я решил поставить 32 оперативы на частоте 3600 почему 32 это понятное дело что я занимаюсь монтажом и видео и закидывая больше скажем 100 снимков на ретушь высоком разрешении тут уже 16 оперативы будет маловато и нужно хотя бы 32 ну а что насчет частоты памяти 3600 то я взял именно на частоте 3600 потому что делитель у нас на материнке джер один он совпадает частотой памяти 3600 хотя можно было наверное даже немножко поднять до 3733 и тайминги я тоже выставил семнашки этого более чем хватит и память у нас это спектрикс d60g от компании xpg это одна из доступных сегодня продажи как обычно ее заклеили бумажками в dns информация здесь видите у нас о синхронизации с подсветка материнской платы на любом случае память отличная есть большие радиаторы на чипах и 32 я думаю мне хватит более чем что насчет видеокарты то мне хотелось изначально поставить внутрь из измеримую процессору например это артикс 3050 или 3600 я или ам дешнюю rx 6 700 тексте но в таком случае результат я примерно то есть но я понимаю что у нас получится однако запускать игры я планирую на широкоформат на мониторе разрешение почти 2к или qhd причем на ультра настройках и наверное тут все таки и 3060 будет прям ну впритык и и не везде будет 60 fps вряд ли получить такие цифры например вот в киберпанке на ультра с трассировкой лучей я думаю там будет на 45 может даже меньше и поэтому было решено взять все таки артикс 3070 я и сейчас цены прям ну серьезно упали на видеокарты то есть bitcoin потерял свою популярность и начали продаваться видеокарты по нормальной цене и 3070 уже не стоит 120 тысяч а всего лишь там ну как бы всего лишь 65 и это можно взять такую карту например вот кошерную политовскую 37 сетей гейминг про видях а тоже бывало у меня уже в обзоре на канале отличный аппарат мощная температуры низкие и думаю с и пятым 11 400 ф будет нормально смотреться все же упор у нас я напомню именно видеокарту на ультра в 2к и даже интересно возможно у меня еще есть конечно подозрение что местами будет наверно не полностью загружена видях а например там на 80 процентов киберпанки ну как бы здесь все-таки большой открытый мир об этом уже узнаем уже во время тестов а сейчас давайте все-таки теперь пару слов скажу о блоке питания корпусе и накопителях и на этом уже будем по железу я думаю заканчивать в общем с учетом моих потребностей мне на все про все вполне хватит достаточно то есть ssd в количестве одной штуки на 1 терабайт плюс к этому если вспомнить про материнку на b560 на b560 чипсете то она как раз и поддерживает ультра быстрый джен 4 накопителей и вот сам накопитель должен быть тоже современным например там это возьмем game xs 70 blade от xp g это обновленная модель и есть не одна интересная штука и она даже не в том что он очень быстро nvm ssd что выдает 7000 метров на чтение и 5000 там с копейками на запись а то что у него в комплекте идет небольшая такая вот прикольная металлическая пластины и в моем случае материнская плата как раз таки не имеет встроенной пластины у себя то есть комплекте или точнее сказать у нее нет своей медной пластины на слот под ssd поэтому то что идет в комплекте он уже как бы вот будет очень полезным понятное дело что прямо сильно заметно он не снизить то есть не изменить ситуацию там про мы не поменяя сильно температуру но зато немножко отведет тепла от чипов памяти и скажу наперед я уже провел с этим компьютером больше двух недель и в целом и вот честно я не видел проблем с температурами все железо то есть работает стабильная в том числе то есть данные ssd то есть данные ssd шник и еще я думаю вы заметили что то есть одну маленькую наклеечку на накопители то что она то есть он поддерживает пластейшим 5 то есть можно поставить без проблем использовать прокачки консоли ведь скорость высокая и значит не только в компьютере можно поставить но и даже пластейшим 5 тоже можно воткнуть данный ssd шник далее все это железо нам нужно конечно же запитать нормальным блоком питания и желательно иметь при этом ну 650 700 ватт чистыми и в эту сборку пойдет золотой core реактор на 750 ватт это такое скажем так среднебюджетный блок питания что в целом нормально смотрится на фоне всей сборки и у него даже будет я уверен большой запас по мощности и в будущем можно поставить внутрь там 38 сети или 4080 и проблем я думаю не будет все же чистые здесь 750 ватт и качественные компоненты вытянуть топовое железо без проблем мне лично важно что это полностью модульный блок питания лишние провода можно не использовать и работает он очень тихо я уже провел примерно две недели с этим компом и все работает довольно стабильно и очень даже тихо и в конце конечно же речь идет о корпусе в котором я и запихнул все это железо корпус называется battlecruiser вот xpg этот кейс удачно продается сегодня и популярная модель не для совсем бюджетных компьютеров он создан но вместить он сможет в себя даже самые большие видеокарты а политовская 37 сетях тоже весьма знаете ли не маленькая и все равно еще остается внутри вот место под еще большие видях у я решил в этот раз поставить водянку на верхнюю часть корпуса она отлично там поместилась прям в притирочку спереди у меня идут три комплектные вертушки по 120 миллиметров на вдув кстати они очень тихие и таким образом циркуляция воздуха мне кажется более правильно мне нравится белые корпуса не потому что знаете они белые и я скажем не люблю черные страны конечно звучит но на белых корпусах не так заметно пыль и вообще яркие цвета поднимает мне лично настроение мне не нравится там мрачные оттенки автомобилей не нравится черная одежда серая скучная до темные цвета это конечно солидно это премиально но блин это просто компьютер это не mercedes там черный это просто рабочая машина идут премиальность вообще как бы не к месту мне лично очень нравится этот корпус у него 50 процентов всей конструкции из стекла и спереди и сверху и сбоку все стеклянное есть полный доступ ко всем компонентам и процесс сборки у меня вызвал только удовольствие что последнее время прям ну очень большая редкость одним словом вот таким теперь будет у меня визуально весь мой компьютер на ближайшие я думаю пару лет это точно и больше у меня честно нет желания тратиться на всякие там железки и пересобирать компьютер максимум может быть я заменю не знает на будущем процессор но это маловероятно что насчет монитора то для видео я взял широкоформатный экран 21 на 9 на 30 дюймов от компании м сай эта модель интересно тем что у нее матрица внимание на 200 герц и разрешение экрана 2 440 на 1080 что суммарно в пикселях чуть меньше чем 2к мне просто знаете нужен был монитор ультраширокие там удобнее монтировать там длинным то есть там такая длинная полоса монтажная да и само разрешение экрана невысокое если было очень высокая то видеокарте при запуске игр было бы довольно сложно а сейчас все будет довольно поприятнее плюс к этому матрица у нас а и пьесу что важно для ретуши фото для нормальной цвета то есть для нормальной цветопередачи и цветокоррекции по сути это такой себе универсальный монитор и для игр он отлично подойдет с матрицы на 200 герц и для монтажа видео он имеет широкий формат и для цветокоррекции опять смотрится более чем нормальная да и цена тоже на этот монитор не безумная а примерно там 30 тысяч рублей или 20000 гривен примерно то есть 280 тысяч тенге короче нормальный моник и я решил еще повесить его кстати на стенку то есть сзади монитора я прицепил еще подсветку от xiaomi ту самую ленту приклеил таким образом то есть место стало больше на столе и подсветочка тоже у нас такая приятная удобно и можно управлять через то есть ею через смартфон в целом это вроде бы все хотя еще хотелось бы конечно про кресло что-то сказать то есть там кресло от мсi модель mac ch 130 и сижу я на нем уже примерно с 2021 мне нравится что она наполовину тканевая и не скрипит то есть это и как то есть это не эко кожа мне не нравится почему-то именно кожаные кресла не знаю у них странный запах и у всех ей такой знаете неприятный материал скрипучий иное дело это текстильное покрытие то есть тканевое она чем-то напоминает знаете диванную обивку в остальном само кресло выдерживает вес до 130 то есть до 130 килограмм но для то есть но мне далеко конечно еще до 130 но если вдруг то конструкция кстати крепкая и выдерживает не самых тощих людей в кавычках цена данного кресла примерно 26 27 тысяч рублей или 16 тысяч гривен и в целом это не самое дешевое кресло понятное дело но были у меня уже до этого дешевый от аэрокол и даже и викинг за 100 долларов и там вообще просто ну как бы печально все и со временем неизвестно что останется с этими товарами а есть и сидишь ты скажем по 12 часов в кресле то конечно тут лучше как бы не сильно прям экономить и взять уже сразу нормальное кресло а нормальные стоит сегодня уже там 500 600 долларов это точно то есть стандартно вроде бы после кресла я уже все озвучил но и там конечно еще по мелочам коврик я взял большой мышка у меня есть и и наушники там с клавиатуры не думаю это не особо интересно вот такой короче меня получилось рабочее место и теперь давайте наконец-то протестируем собранный компьютер и начнем пожалуй сразу с требовательных проектов чтобы понятно было то есть запас мощностей и это будет у нас кибербанк на ультра страссировка лучей на самых запредельных настройках с включенным дело с с в режиме качества то есть это по сути нативная картинка и получаем среднем с вами 55 60 fps с небольшими поднятиями до 70 и в закрытых помещениях или просадками до 50 ну то есть это плавающие 60 fps и можно было конечно получить даже стабильные 70 просто сменив дело с с качества скажем на баланс или на производительность и получили бы 70 но хочется честно лично мне более резкой детальной картинки и тут только дело с качество получается то есть нужный результат сама же видеокарта кстати загружена почти на сто процентов точнее на 97 и до местами есть в сложных локациях просадки на карте до 80 но это бывает не так часто и можно сказать что с такими настройками на ультра и в таком разрешении а 5 11 400 f в целом даже вполне тянет артеx 377 и она трудится почти на полную мощность хотя я думал в начале будет там не больше 70 процентов но кидим далее теперь запустим пятую часть форза это же все настройки по традиции выставил на ультра и с трассировкой лучей тут в целом знаете вот ожидаемый цифр это 80 90 fps и это нормально для 37 сетей она кстати тоже здесь трудится на 97 98 процентов и это тоже довольно приятно потому что у меня были еще раз повторюсь небольшие сомнения но вот что она будет работать на полную мощность но видимо с такими настройками и в таком разрешении весь упор идет именно видеокарту и 6 ядерные то есть 12 поточные а и 5 отрабатывает все нормально и можно спокойно ездить на самых запредельных настройках то же самое насчет пятой части dirt и если помните есть такой кстати авто симулятор вышел относительно то есть не так давно и я в целом вообще люблю всякие там симуляторы и вот тут на ультра с трассировкой уже больше 100 fps и яхо снова работает на 98 99 процентов насчет температуры железо то наверное это единственный вопрос о котором я вообще не волновался даже закрытом корпусе даже с учетом того что в комнате плюс 28 даже в таких условиях процессор выдает не больше 52 53 градуса а видеокарта обычно теплее то есть ну не поднимается и температура выше чем 74 75 с копейками то есть продуваемость корпуса и водянки имеет очень большой запас по температуре и в будущем можно ходить печку ставить в комнату все равно будет низкие показатели я люблю то есть низкую температуру вообще любого железа это про меня личного дико бесит если там она поднимается то вот именно в любом железе там от консоли до телевизоров и везде меня волнует именно вопрос температуры они сильно ли жарко телевизору там приставки или ноутбуку короче какой-то не знаю невроз уже и это то есть не нормально и хотя бы здесь после этой сборки я уверен что железом все будет в порядке и в этом про вообще нет проблем вот что в конце я даже не знаю что еще тут можно запустить всякие там сетевые шутаны и там понятное дело больше 200 240 fps на ультра под монитор на 200 герц это ну слишком превышает мои потребности даже видеокарты я заметил то есть местами может работать ну не на полную мощность потому что запас ее как бы ну довольно высокие это выше этих сетевых штанов и поэтому я понижаю просто вручную теплопакет видяхи на 50 процентов это снижает и температуру и карточка трудится чисто на расслабоне на 50 процентов и при этом все равно там больше 180 200 fps например квейк чемпионс я тоже выставил теплопакет то есть на 50 процентов и все равно 200 230 кадров на ультра и нет необходимости именно что в видеокарта трудилась в этих стрелялках на сто процентов она работает на 50 процентов и больше при этом проживет и меньше будет кушать электричество так что в сетевых шутанах где больше 200 fps я просто обрезаю через автобюнер наполовину одним словом я пока что вообще как бы не вижу смысла думать про какие-то там прокачки будущем если в киберпанке на ультра есть 60 кадров то честно и через пять лет все будет я думаю абсолютно нормально это точно так что вот такое вышло у меня видео вот как бы вот такое мне рабочее место если вам понравилось то ставьте лайк если не понравилось то ставьте дизлайк не знаю ваше дело как бы еще раз увидимся с вами уже очень скоро не болейте и до новых встреч на канале всем удачи пока пока